мы двигаемся дальше кто такие мессианские евреи каким должно быть отношение церкви к пятикнижию моисея вместо субботе закону и праздника слышите вы спрашиваете такие мессианские евреи а потом какое быть отношение церкви так у кого отношение у мессианских евреев или у мессианских евреев должен быть положительное отношение к торе к субботе к закону и к праздникам господним и не только положительное но супер желательное почему потому что таким образом мы исполняем нашу пророческую миссию позвольте мне сказать даже такие слова об этом мире для чего господь бог дал нам не евреям есть другие пророческие миссии во христе иисусе в ефесянах написано четко в нем мы каждый из нас каждый лично и каждый публично в своем племени в народе в семье может исполнить призвание поэтому яда считаю что мессианские евреи должны праздновать песок суккот делать обрезание шаббат соблюдать кашрут по мере возможностей стараться это делать и понимать писание чуть пошире чем узко динамина ционное понимание вот это вот большой вред по моему почему мессианские евреи считают что церкви должна идут секторе почему именно да не считаем и так верующим из язычников не нужно только нужно какие-то вещи выправить вот посмотрите в деяниях в пятнадцатой главе вот но я на повторяюсь но еще расскажу здесь вот сказано такие слова посему я полагаю девятнадцатый стих не затруднять обращающихся к богу из народов а написать им чтобы они воздерживались от идолов то есть не принимали оскверненного от идолов то есть еда которая посвящалась идоложертвенному допустим вот вы идете по японии и раз какой-то храм там много храмов синтаистских делает бесплатную акцию и выставляют еду угощаетесь дорогие посетители по сути когда вы берете с храмового стола это идоложертвенное это нельзя делать ну я говорю в других вариантах тоже я не знаю есть разные пути оккультные там еда ворожили над ней что выкиньте это не надо купите свежие от блуда что такое блуд у ваших пасторов спросите воздерживать удавленные крови то есть не заходите в магазин и покупаете кровяную колбасу нельзя писание говорит почему но спросите у писания у господа бога и не делайте другим того чего вам не хотят остальные вещи которые вам полезны познакомьтесь с ними слушайте по сути даже не веру даже верующие верующие не евреи все равно какие-то еврейские вещи соблюдают в минимальных вещах к примеру они соблюдают по минималке песах каким образом хлеба преломления это микро песах еще завещал это это все делают выйдем и делаем вы делаете но вот массировано вам прямо там нужно очистить дом от от закваски на песах или еще что то не надо вам этого делать свои души очищайте от закваски а нам приходится поработать чуть побольше еще и дом от закваски но всегда душа конечно важнее следующий вопрос чем вызвано что что многие христиане не еврейской национальности обращаются в мессианское движение проводят свадьбы на еврейский манер отмечают праздники откуда это новая мода это старая мода на самом деле историки говорят что огромное количество христиан неевреев 1 2 3 4 5 и даже 6 век были очень привержены к еврейским или библейским праздникам обрядом и традициям и они считали это божественным потому что в этой книге это написано и это делали теперь сейчас мной потом было там постановление в католической церкви что кто делает это да будет проклят и прочее и она начала забываться но это вещи которые прописаны в истории и то есть это неплохо теперь сегодня конечно некоторых местах это будет странно но почему интерес есть потому что некоторые а может быть очень многие видят явное несоответствие между тем как у нашей церкви это делается и как в библии написано как в библии написано воссоздать сложновато и тогда они обращаются тому кто ближе на своем языке говорит и свой брат вешуа миссия во христе мессианским смотрят как они делают и делают то есть логическое понимание вопроса считаю что это неплохо иногда конечно есть преувеличение и слишком теперь почему некоторые или многие нееврейской национальности обращаются в мессианское движение вот здесь вопрос серьезный знаете почему опять-таки очень много пасторов я сейчас не осуждаю никого дай бог нам милости в мессианском движении познать чего-то побольше но много пасторов закончили какую-то семинарию они очень заняты так как и я паства и своими делами и развиваться и учиться сложно а сегодня у нас есть вот эта штука компьютер люди ныряют туда забивают какой-то вопрос и получают ответы и видят вау здесь есть динамика понимание многие вещи намного грамотнее объясняют не просто их сметают потом святой дух нам откроет а дают комментарии пояснения и естественно происходит это что делать надо учиться надо молиться надо копать и и вникать и тогда я думаю что на самом деле это не самое положительное что то что праздники празднуют классно по моему но не евреям не нужно становиться евреями как женщине нужно становиться мужчиной каждом из своих национальных аспектов мы созидаем для бога и приносим плод который господь бог хочет от нас в нашей национальности и в нашем праздники а еще раз на самом ли деле субботний день имеет значение как день убедите меня что я должен сменить день воскресный день субботний если я не отличаю дни если я не отличаю дня то дня дайте да мне хоть понедельник не место не время в новом завете роли не имеет ни на горе не в иерусалиме а в духе и в истине слушайте дорогие братья вы вырываете из контекста про иерусалим про это очи господа бога всегда обозревают эту землю и понятно что есть опция в ешуа и в духе святом в любом месте призывать господа бога но вы сами приезжайте в иерусалим и вы подходите к стене плача или где-то там или там где в рамболе что и вы чувствуете есть какая-то другая помазание и это никуда вы от этого не спрячете она работает понятно что мы можем в любом другом месте все но про день субботник очень просто во-первых повторюсь не евреям не нужно для евреев это важный принцип написано исход 31 16 и пусть хранят сыны израилевы субботу праздную с праздная субботу в роды свои как завет вечный бог нам дал это мы это делаем вам это не обязательно но я хочу сказать одну интересную вещь в еврейском подходе к писаниям тоже нету жесткого допустим есть такое по епп и постановление в голове это еврейские дополнения ну как какие-то вещи толку ты идешь по пустыне твои часы остановились твой мобильный телефон прекратил работать и ты потерял счет времени что же делать когда праздновать субботу и есть ответ остановись сделай субботу и начинай считать за вот такой простой и простое решение теперь подобно как вы в иерусалиме почувствуете чего-то классного хоть вы кажется такие простерилизоры простерилизованные и вам только в духе и в истине никаких мест не важно но в иерусалиме вы прочувствуете что-то важное вы знаете что бог творец почил в день субботний и в этот день виртуально небеса ближе к земле и если вы в этот день ищите его не что больше найдете это не умаляет слова что в любом месте в духе и в истине вы можете искать его но есть определенное специфическое благословение на субботу что с этим делать мы знаем что делать вы почувствуете сами что вам делать праздники отмечала ли ранняя церковь праздники и какие особенно пасху и рождество откуда же это пришло к нам почему это не библейские и господни праздники как отвечаем отмечаем его рождение и его воскресенье ну я бы не хотел этот вопрос вам отвечать но вы задали я вам отвечу 23 глава левит говорит сие есть праздники господних там 7 песах исход из египта праздник мацот или пресного хлеба и праздник первых плодов этот пророческий говорит о машиахе помилование искупление этот говорит что машиах он чистый хлеб а воскресенье а первых плодов что машиах первенец из мертвых и мы последуем за ним следующий праздник шаву от пятидесятницы когда была дарована тора и в этот же день был излит святой дух понимаем что это два последних праздника праздник три последних праздника до 3 это рошешана труб павел про него говорит будет трубление на небесах это еще не случилось но его нужно делать ем кипур который говорит о судном дне когда господь придет и будет судить народу и сегодня нужно поститься чтобы наши сердца были очищены чтобы мы были приготовлены что бог милость дал и третье праздник кущей когда прообразом этих праздников кущей является откровение двадцать первая глаз глава там написано видел я с небес новый русалим спускающийся там есть такое место куща господа бога с человеками то есть для израиля это как один друг один два три понятно да нужно делать для не евреев я считаю песок через хлеба преломление как мини песок и песок такой очень классно шавуот или пятьдесятница все его и так празднуют про кущи написано в захарии будут приходить в иерусалим приходите сейчас в иерусалим на кущи отличная погода много людей много всяких собраний здорово и правильно все остальные вам не так обязательны они но откуда это пришло это пришло вот из этой книги теперь рождество и пасха прокомментирую еще раз константин решил оторваться от еврейских корней по сути сделал новую религию по сути но бог помиловал и многие элементы старой благодати и новой благодати вошли в эту новую религию и остались там но какие-то вещи он просто перекрасил имена рождество это праздник который праздновали как плодородие вообще этот праздник был связан с сексуальными оргиями плодородия культ плодородия культ земли это все из этой же оперы вы знаете в православии есть куличи которые символизируют там я яички крашены это все символ мужских детородных органов которые используют это же в моих глазах это чуть ли не колдовство люди дорогие есть песок праздник господень в роды ваши зачем пасха рождество самый короткий день самая длинная ночь и на следующий день уже день начинает увеличиваться исторически это был день солнца или день ваала ваал солнце это все одна и та же с другими именами ипостась языческого идола которому приносили жертвы константину или тем ребятам было выгодно наклеить бирку рождество иисуса христа я бы не хотел бы в этом участвовать но я верю в рождество я верю что раз еще родился примерно на праздник суккот по всей видимости в праздник ошана раба или в начале суккота и есть этому некоторые намеки которые можно рассматривать и доказывать но я не думаю что они сильно уж принципиальны если бы они были сильно принципиальны то священное писание бы прокомментировали этот момент был четко прокомментирован момент сотворения был четко прокомментирован момент рождения с шабата был четко прокомментирован момент обрезания так и так это делай, но какие-то моменты это чисто народные вещи, там день рождения, ты хочешь так праздновать, так ты хочешь Новый год отпраздновать или еще чего-то, если это не связано с идлами, да празднуйте это на здоровье, но когда это поддерживает даже скрытый идольский смысл, обдумайте Сидрах, Мисах и Абдинага они, почему не захотели с царского стола кушать, потому что царь почитался в Вавилоне за Бога, а оно было посвящено царю, они сказали нет, нет, лучше на воде и на фруктах так будет здоровее для нашего духовного человека Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok